всем привет сегодня начинаю вам записывать вышивальную неделю не знаю получится по дням или нет потому что я сейчас не каждый день вышиваю ну вот сегодня на даче решила начать вот эту девочку летнюю распечатала набор и смотрите что я обнаружила здесь вот такая пластиковая канва но она прозрачная то есть она не совсем прозрачная но и не белая у меня в игрушках была по моему побледнее канва или я от нее отвыкла нет по моему точно побледнее но что хочу сказать что-то как-то у меня просвечивают вот эти вот дырочки и мне не очень комфортно на них смотреть по моему там была другая канва у меня в игрушечках там белая же была канва а здесь вот такая прозрачная мне не очень нравится прозрачная но наверняка во всей вот этой серии такая прозрачная канва но опять же сейчас начну а там видно будет может это пока у меня такие ощущения может быть потом будет лучше кстати а как я буду вышивать бабочек от фирмы вдохновения также полностью прозрачная вот эти дырочки у меня почему-то ребят в глазах на прозрачной канве а вообще я вышиваю икону бисером но на дачу я ее не взяла а приеду домой с дачи и покажу вам сколько я уже вышла от фирмы новослобода вот так я биндером прикалываю схему в наборах жар птицы нет иглы и поэтому иглу я взяла с собой мне вот катя дарила вот такой чехол для игл и вот такой резачок вот видите вот этот резачок вот девчонки кто в самолетах летает до ножницы нельзя провозить а вот такой резачок можно как брелочек повесить никто не догадается что это девочки для иголочек еще подходят вот такие капсулы семена я сажала и там семена вот в таких капсулах и мне вот эти иголочки мне вот эти капсулы пригождаются для иголок как походные а а вот девочки вышиваю я икону николая чудотворца от фирмы новослобода вот видите я уже практически вышила вот середину осталось мне по краям здесь вышить узор по краям и пришить стразы здесь стразы желтые здесь и квадратные и вот такие вот как капелька но они все по моему желтые вроде белые сейчас посмотрю вот здесь есть и белые вот такие квадратные белые желтенькие и вот такие оранжевые так будут смотреться еще бусины будут пришиваться беленькие вот здесь полностью рядочек будет белых бус и вот здесь будут бусины двух размеров покрупнее помельче девочки мне очень нравится какие комплектующие в этих иконах я уже не раз рассказывала по моему славянская буса здесь фирма комплектует вот эти вот наборы мне нравится как они получаются очень эффектные красивые у меня уже много выше то таких икон видео есть у меня на канале и также я показывала как я пришиваю бисер в круговой технике и как монастырским швом пришиваю в общем у меня все это есть можно будет посмотреть вот я в общем то уже руку набила у меня нормально аккуратно получается первые не очень может быть получались аккуратно а сейчас уже хорошо получается вышиваю в подарок я подарок оленым родителям от снаха моя оля я уже дарила такие иконы но вот еще хочу сватьям подарить такую вот икону ну в общем надо дошить вы помните я и после нового года говорила еще что надо вышить надо подарить но вот все тянула все откладывала но вот наконец-таки взялась вот надо доделать в комментариях меня спрашивали не поймут как вышивается вот этот фон через одну бисеринку здесь пришивается только серебряный бисер вот сколько я вышивала икон везде фон был вот такой одинаковый через одну бисеринку и получается вот такой эффект как сеточка сегодня моя вышивальная неделя продолжается на природе мы приехали на урал тимур хочет порыбачить спиннинг покидать а мне нужно собрать гальку для пруда ну если вам интересно вы можете об этом посмотреть влоги на канале жили-были здесь мы все-таки будем говорить о вышивке вышивку конечно же с собой взяла потому что еще очень очень жарко солнце высоко и я хочу пару часиков повышевать а потом когда солнышко будет садиться пойду собирать гальку не могла решить что же мне взять с собой вышивать я приготовила вот этот маленький процесс матрешку жар птицы но я уже вам показывала она вышивается на прозрачный конве я конечно же вышиваю на прозрачный но честно скажу мне это доставляет мало удовольствия мне больше нравилось когда я вышивала на белый конве ну я вроде как вышиваю но все равно это не то я уже знала что возможно мне надоест ее долго вышивать и взяла я с собой еще кружевной букет это мой походный процесс он у меня вот так упакован а лежит с прошлого года я возила его с собой на природу на дачу девчонки уже видели что это за процесс но зимой я его не вышивала и вот сейчас хочу вам напомнить для тех кто не видел ну и возможно кто-то не смотрел мои прошлые видео я покажу на какой стадии я нахожусь насколько я продвинулась кстати для меня самой сейчас это будет сюрприз потому что я честно говоря уже забыла на чем я остановилась много времени прошло вот такой кружевной букет от фирмы нитокс вышивается на канве 14 каунта в наборе была белая канва я заменила ее на канву кофейного цвета не молочного а следующий тон чуть потемнее на такая как кофе с молоком ну в общем сейчас разверну покажу что получается эту картину нужно смотреть издалека и как раз вот сейчас у меня получится хорошо ее показать развернуть сниму ее с пялис и вы посмотрите что же здесь получается потому что если разглядывать эту картину близко здесь огромные участки зашиваются коричневым бежевым цветом но смотрится некрасиво на самом деле эту картину можно смотреть только издалека все кто ее вышивал сомневались что же получится в итоге но итог конечно же всех порадовал но в процессе вышивки многие сомневаются есть группа вконтакте нитокс и там эту тему обсуждали очень многие в сомнениях у меня тоже были такие сомнения что нитки темные но эту картину конечно же нужно смотреть издалека вот что получается вот такая огромная будет картина конечно такого огромного размера картина не очень подходит как дорожный процесс но поскольку здесь большие фрагменты зашиваются одним цветом здесь сложно запутаться и поэтому на природе мне очень легко вышивать но и канва не белая такая кофейная и даже если она немножко запачкается ничего страшного вот мне в принципе удобно вышивать вот эту картину на как дорожный процесс единственное что она мятая приходится ее на маленькие пяльца постоянно скручивать но и показывать вам продвижение по процессам тоже в таком виде как-то не очень хочется но хотя все адекватные вышивальщицы понимают что гладить картину когда на ней есть разметка категорически нельзя иначе эта разметка пришпарится то есть каждый раз когда я делаю отчет это нереально гладить и показывать поэтому отчеты будут вот в таком вот виде конечно когда на раму натянута работа то на раме там конечно же работа не мятая но я в основном вышиваю на пяльцах а у меня есть станки но там у меня одна работа натянута остальные все на пяльцах в общем вот такая вот будет еще большая картина это только-только маленький фрагмент причем вот этот фрагмент это как раз самый темный угол то есть на картине вот этот вот угол эти цветы они очень темного цвета но я тоже вот постоянно сомневаюсь будет ли этот букет белым или нет вы знаете вот такие противоречивые мнения и даже кто-то пишет что в наборах где белая ткань и ткань молочного цвета или кофейного цвета разные нитки не знаю я с этим не сталкивалась вот когда высшую я все-таки тогда итог вам покажу производитель отвечает на этот вопрос что нет везде нитки одинаковые то есть меняется только основа но цвета ниток не меняются девочки фотографируют свои нитки прикладывают их сравнивают и у них получаются разные оттенки девочки даже я когда на разные фотоаппараты фотографирую у меня тоже разные оттенки поэтому по фото сравнить оттенки никак нельзя но производитель уверяет что нитки одинаковые как раз вот группа вконтакте там производитель отвечает что нитки везде одинаковые вот я не знаю Конечно, на самом деле белого цвета очень-очень мало. Вот видите, это только маленькие фрагменты белого. Но у меня есть картина от Риолис, розы на заборе, белые розы. И там тоже очень мало белого цвета. Но в итоге картина смотрится шикарно. И действительно смотрятся розы как белые. То есть в основном там тоже использовались бежевые и коричневые цвета. Я надеюсь, что здесь будет то же самое. Хотя здесь темнее. Тон ниток намного темнее, чем у меня были нитки в белых розах от Риолис. У меня уже готовая работа от Риолис. Она большая, 55 на 35, но там на 16 каунте вышивалась. Здесь 14 каунт и размер 55, по-моему. Сейчас точно вам скажу, какой размер. Чего ты речек оборачиваешься? Мы одни здесь. Там рыбаки ходят, маму охраняют. Рыбаки слушают лекцию про вышивку. Они будут разбираться теперь в производителях и в нитках. Нитки здесь ПНК Кирова. Вышивается все в две нити. Размер работы 54 на 46 сантиметров. 19 цветов мулины используется. Вся работа крестом в две нити вышивается. В принципе, схемка очень простая, очень удобная. Мне нормально вышивать. Даже у меня здесь лежат и ножнички, и нитевдеватель. То есть, вот этот дорожный процесс прям просто можно было с собой быстро взять и все. Я, кстати, уже забыла, что я сюда положила ножнички и нитевдеватель. Сейчас вам покажу. Так, что у меня здесь. А здесь у меня ножнички. Ножнички – это подарок у меня. Подарок от Яны. Такие вот красивые ножнички. И нитевдеватель. Вот эти маячки я сама делала. Я их продавала. Девчонки, кстати, спрашивают, когда будут в продаже маячки. Девочки, раньше их отправляла я письмом заказным. А сейчас запретили отправлять заказным письмом. Я не узнавала, сколько стоит мелкий пакет для отправки. Но летом точно я их делать не буду. Если и буду делать осенью и зимой, когда уже дача закончится. Но я узнаю на почте, сколько стоит пересылка. Маячки по той же цене буду продавать. По 200 рублей я их продавала. А вот как быть с пересылкой, не знаю, девчонки. Потому что понятно, если дорогая пересылка, кто будет их покупать. Вот так на пяльцах у меня одет этот процесс. Вот так я его сворачиваю биндером. Закалываю. И, в принципе, для природы очень удобно, что здесь большие пласты зашиваются одним цветом. Но я уже об этом говорила. И, девчонки, вот этот процесс, несмотря на то, что он очень большой, он очень подойдет для начинающих вышивальщиц. Для тех, у кого нет опыта. И все вышивается крестом в две нити на 14 каунте. Вот. В общем-то, легко. Единственное, что нужно дождаться результата. Хотя на Ютюбе уже есть отшивы. Есть отшивы. И все вышивальщицы довольны этой работой. У меня это не первый отшив. Поэтому нареканий пока я не слышала со стороны вышивальщиц. Есть отдельные комментарии в группе ВКонтакте. Но видео и фотографии, что получилось в готовом виде, когда люди недовольны, я не видела таких. То есть все, кто дошивал, все довольны. То есть работа выглядит точно так же, как она выглядит на превью. Приехали мы домой. А здесь Алина навязала игрушек. Вот все сложила. За один, а? Ну нет, не за один день. Ну ты их просто так сложила все кучкой. Давай нам показывай, что ты нарисовала. Вот эти старые уже все видели. Эти все видели уже? Да. У меня много новых зрителей. Наверное, видели вот эти мишки. У Алины есть группа. Я ссылочку под видео оставлю ВКонтакте. Там можно фотки подробно посмотреть. Ну давай новые показывай. Ну, это у меня розовая коллекция. Такие вот два зайки. Ричард, не мешай снимать. Такие зайки. Правда, некоторые говорят, что это собачки. Кто хочет, то есть вот это собачки. Вот. И единороги, семейки единорогов. Только папы не хватает еще. Так, это мама единорожка. Да, вот сегодня связала. Такую вот красотку. Все, это, по-моему, моя самая любимая игрушка теперь. Из тех, что я вязала. Алина вяжет на заказ. Вот этих маленьких единорожиков хорошо покупали у Алины. Нет, это другие немножко поменьше. Другие были? Все были как средненькие такие. Эти поменьше. Эти поменьше, а вот этот побольше, да? А те были средненькие. Ну, в общем, разных размеров единорожки. Дети любят сейчас единорожки. Да, они же разные любят. Зайчики. Зайчики по цене подороже, чем мишки выходят. Потому что у них уши. На уши уходит полнотка пряжи. Покажи, Мишеля. Ну, вот такой зайка вместе с пересылкой по России полторы. 1500. Вместе с пересылкой. Так, без пересылки 1200. А единорожки почем? Вот эти маленькие 600 без пересылки. Получается, 900 с пересылки по России. А большой полторы без пересылки. 1500. У них тоже сколько пряжи на гриву. Ну, это еще у них маленькое гриво. Вот это вообще шикарное. Да, у этой гривы. Тут пряжа такая дорогая, мягкая, очень классная. Эта пряжа вообще детскую одежду вяжет. Мне ее дарили, чтобы я Василисича связала. Ну, я ее на гриву все нацепила. Вообще, Алина вяжет из детской, из велюровой пряжи. Она гипоаллергенная. Нет, вот эта тоже детская, но она почему-то пожестче. Вот эта прям вообще мягкая. Нет, это другая. Другая? Софти тут нету. А это дольче. Это дольче пряжа. Вернорд. Кстати, кто не трогал ее, в руки не брал, они представляют, насколько она мягкая. А когда уже потом эти игрушки потрогают, потискают и говорят, ой, мы не думали, что они такие мягкие. Нет, это еще зависит от плотности. Кто-то дольче может набить прям плотно, и тогда она будет жесткая игрушка. А я стараюсь, ну, немножко помягче так ее делать, чтобы она прям вообще классная была, чтобы с ней спать можно было. Вот, я сильно не набиваю. Ну, так, средне набиваю, конечно, умеренно, чтобы голова не болталась в то же время, ну, чтобы мягкая была. Вот такой слоник еще. Маленьких таких вот китят я вижу. Зайка маленький. Остался было много штучек. Раскупили, вот этот остался один. Вот такая мишка в платьишке, балеринка. Тоже у нее была подружка в голубеньком. Вот, тоже купили. Вот что у меня получается. Посмотрите, сколько я вышила. Вы видите, насколько у меня продвинулась за ночь эта работа. Почему за ночь? Потому что у меня был стресс. Все, кто подписан на канал Жили-были, знают, что это был за стресс. Я словила двух клещей на природе. Об этом у меня подробный ролик. Не буду вас здесь пугать, стращать. Но я сама была в шоке, в стрессе. Уснуть не могла. И вот столько я навышивала за ночь. Потом, конечно же, я днем отсыпалась. Но зато какая у меня была плодотворная ночь. Ну посмотрите, сколько у меня вышилось. Вот так. Видите? Я как-то даже привыкла к этой прозрачной конве. Я же вам говорила вчера, что не очень мне комфортно на ней вышивать. Ну вот на природе, да. Вот видите, здесь немножечко мелькает. Вот так все. А дома как-то приспособилась. Вот так вот один и тот же фон. Когда то нормально продвигается эта работа. Вот. Но что хочу про клеща, девчонки, сказать хочу. Когда вы вышиваете на природе, то будьте внимательны. Я настолько была увлечена съемкой видео, что просто не обращала внимания, кто там по мне ползает. Вот вы просите снимать вам видео на природе. Я очень люблю видео на природе, но не знаю. Не обещаю, что я буду их снимать, потому что это чревато вот такими вот последствиями. Пока сидишь там с вами болтаешь, не отвлекаешься на такие вот вещи. У нас на Урале в этом году просто жуть сколько клещей. Там в лаборатории такие очереди, что мамы не горют. Вот. Так что вот так, девчонки. На природе буду меньше снимать. Если только погода будет плохая и сидя в машине, тогда можно снять болталку. А когда я приезжаю просто отдыхать на природу, расслабленно сижу, вот как вы видели, это вчера. Да, это смотреть красиво, это романтика. Но я увлечена то вышивкой, то съемками и совершенно забыла вчера о мерах безопасности. Девочки, прошел еще один день. Посмотрите, я сколько уже вышила матрешку. Вы видите, как я продвинулась на нервной почве. Клещей сдали на анализ и нужно ждать три дня результат. Если в течение трех дней не позвонят, то значит все нормально. Если клещи зараженные, то обещали позвонить. Вчера никто не позвонил. Сказали, если энцефалит, то позвонят в первый день, но никто не позвонил. На остальные заболевания проверяют еще в течение двух дней. Я к чему вам это говорю? В общем, на нервной почве я ничего не могу делать дома. Я жду этого звонка. Но смотрите, сколько я навышивала. Понимаете? Делать ничего не могу, а вышивать могу. Сижу вот просто как швейная машинка и строчу, строчу. В общем, стресс снимаю, девочки. Очень хорошо снимает стресс, я вам скажу. Вот смотрите, такая уже у меня всадница без головы. Осталась голова и бэк. Но это еще одна сторона матрешки. А еще ведь есть обратная сторона. Но ничего, хотя бы на этой неделе одну половинку я закончу. Сейчас звонил Тимур с вахты. Я шарахаюсь от каждого звонка. В общем, все нормально. Хочу повышивать вот эту икону. Мне вот, видите, осталось здесь пришить вот бусинки, стразы. И вот здесь вот по краю. Середина у меня полностью уже вышита. Наверное, я сейчас повышиваю. Я, правда, не помню, с какого дня я начала снимать вышивальную неделю. Но, в принципе, я думаю, это не важно. Я видео сейчас выложу, а остальное уже продолжу снимать позже. Потому что мы сейчас то на рыбалку, то на дачу. И, честно говоря, когда я снимаю короткие фрагменты, я не могу запомнить, какой именно день. Понедельник, вторник. Может быть, какой-то день я пропускала, не снимала. Ну, вы понимаете, лето, график напряженный. Поэтому прям следить строго по дням я не смогу. Я вот уже потерялась и забыла, в какой день я начала снимать эту вышивальную неделю. Ну, ладно. Я думаю, что это не так важно. Важно, что вот вы увидели, какие у меня продвижения были на протяжении всей недели. Вот я вышила почти полностью икону и вышила половина вот этой игрушки. Ну, конечно, зимой можно было бы вышить побольше. Да, Ричард? Да. Ричард сказал, можно было бы побольше. Но лето. Лето. Нужен активный веселый отдых с клещами и с лопатой в руках. Если вам интересны такие влоги, подписывайтесь на мой канал Жили-были. Там я подробнее обо всем рассказываю. Не о рукоделии, а о нашем отдыхе, о нашем быте, о нашей семье. Спасибо вам большое за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин